Время новостей на Арктик ТВ в студии Дмитрия Ироха. Здравствуйте! Вначале пару слов о главных темах выпуска. Ну когда же? Идут работы, они идут. Мы с Вадимом Новосте очень часто бываем на початке. Новые сроки завершения реконструкции областного драмтеатра. Труд достойный уважения. У меня такое обостренное чувство справедливости с детства. Кто становится опекунами или соцработниками. Стук мячей перекрывал команды судей. Для нас очень важно проведение таких турниров. Четыре баскетбольных дня в Мурманском манеже. Перенять полезный опыт, получить новые знания и рассказать о своем деле. Выставка для предпринимателей B2B-экспо состоялась в Мурманске. Участники форума говорили о консолидации усилий в развитии своего дела. Подробности у Анны Чайниковой. Кто-то демонстрирует то, что сам производит. Другие предлагают информационную поддержку. Третьи ищут новых клиентов. На образовательной площадке выставки B2B-экспо в Мурманске встретились представители бизнес-сообщества региона, чтобы поговорить о наболевшем. Куда и почему уходят клиенты, как эффективно использовать социальные сети и где в регионе получить юридические услуги. В этом году обсудить эти вопросы предприниматели смогли в новом формате. Это будет open space, когда будет три потока. В каждом потоке по семь локаций. И представители компаний, партнеры, ЦПП и формапа будут уже не просто представлять себя, а мы такая-то компания, будут рассказывать на интересные, ценные темы для предпринимателей, какую ценность они могут получить у них. B2B-бизнес для бизнеса, то есть объединение сил ради успеха – популярная форма взаимодействия предпринимателей. В программе форума лекции и общение с федеральными экспертами, представителями крупных компаний, а также обсуждение новых законов в сфере бизнеса и мер поддержки, предоставляемых в Заполярье. Мы снизили ставки с 1 марта по займам для женщин-предпринимателей. Тоже такой весенний подарок, можно сказать. Снизили ставки для предпринимателей из моногородов. Сейчас эта ставка уже 4%. Это даже ниже, чем инфляция. И мы с 1 марта запустили заявок на губернаторский стартап. В прошлом году этим стартапом уже воспользовались 37 предпринимателей. Получив такой грант, можно параллельно стать одним из арктических резидентов, открыв для своего бизнеса широкий набор налоговых льгот. Такая поддержка со стороны правительства Мурманской области способствует созданию благоприятного предпринимательского климата в регионе. А вот сферой социальный бизнес интересуется мало. Оно и понятно почему. Опекунами становятся не ради выгоды, а ради чего. Наш корреспондент из Большого Зато Кристина Григорян попыталась ответить на этот вопрос. В дамской сумочке несколько списков с продуктами первой необходимости, иногда с лекарствами. От магазина до нужного адреса, где её очень ждут, пролегает ежедневный маршрут социального работника Снежногорска Ксении Прошутинской. В эту сферу её толкала неведомая сила с самого детства, признаётся девушка. У меня такое обострённое чувство справедливости с детства. Всё тянуло там обездоленных защищать, обиженных, таких незащищённых слоёв общества. И вот как-то оно само собой пришло. Любови Мартынкевич 65 лет. Для её категории граждан наконец закончилась обязательная самоизоляция. Вот только радость этот факт не приносит. Уже долгие годы женщина почти не покидает пределы квартиры. А единственная гостья, помимо родственников, – Ксения. За три года занятий и опеки женщины добились невероятного прогресса. Любовь Степановна из-за болезни не то что обслужить себя не могла. Рука и ноги попросту не шевелились. Я стала на худунки, на худунках стала ходить. Правда, немного, но хожу. Могу с тросточкой ходить. Ну, это буквально от дивана до кресла в той комнате, да, и присаживаюсь. Потому что страшно. Если я упаду, я сама не могу встать. Вот чего мы добились. Теперь же Любовь Степановна осваивает физические упражнения разной нагрузки и развивает мелкую моторику рук при помощи творческой составляющей. Картины по номерам и алмазная вышивка – это тоже одна из идей Ксении. Я, сказать честно, я счастлива. Очень. То, что у меня такой, можно сказать, друг появился в моей жизни. Очень счастлива. Потому что нельзя жить без друзей, без помощников. Нельзя. Она меня вдохновляет очень сильно. Очень. Я ее всегда очень жду. Всегда жду. Таких подопечных у Прошутинской 10 человек. Среди них и дети-инвалиды, и взрослые мужчины. В среднем 5-6 квартир ежедневно работник приводит в порядок. А их владельцам помогает в приготовлении пищи, самообслуживании, гигиене и прочих необходимых составляющих повседневной жизни. Каждый из получателей социальных услуг нуждается в индивидуальном подходе. Так как возраст разный, состояние здоровья разное. И я стараюсь изучить их потребности, интересы, бывшие профессии, какие-то особенности. И найти к ним какой-то ключик. Азы социальной работы, сами того не ожидая, приобрели и домочадцы Ксении. Муж помогает по хозяйству получателям услуг, а сын готовит подарки к праздникам. И лично поздравляет своих необычных друзей. Это, признается соцработник, отдельная и любимая часть работы. Есть такая программа в отделении, называется «Волонтёры». В рамках волонтёрства мы с чистым сердцем много чего делаем для своих подопечных. Таких проектов и программ много, рассказала девушка. Вместе с получателями социальных услуг они активно участвуют в конкурсах и творческих состязаниях. А 16 марта социальные работники отметят профессиональный праздник. Ксения и её коллеги проведут это событие традиционно со своими подопечными. Помогая им в ежедневных заботах. К слову, соцработники трудились всю пандемию. 69 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 32, Мончегорский плюс 8 и Оленигорский плюс 8. Снижение уровня заболеваемости в регионе связано с целым комплексом мер. Должна повлиять на ситуацию и прививочная кампания. Михаил Мишустин оценил перспективы масштабной вакцинации от коронавируса. Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время удастся провести масштабную прививочную кампанию, чтобы к осени практически минимизировать все возможные опасности, связанные с коронавирусом, сообщает агентство РИА Новости. Преодолевают пандемию и мурманские театралы. Уже в эти выходные в областном театре драмы состоится премьера спектакля «Папа Адажио». Сейчас на сцене идут последние приготовления. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. Спектакль «Папа Адажио» на сцене областного драмтеатра поставлен по пьесе известного французского писателя и драматурга Флориана Зелера. Главные герои – 80-летний Андре и его старшая дочь Анна. У пожилого мужчины деменция, которая прогрессирует, стирая память о его жизни. Я просто знаю эти истории. Я видел людей, которые в таком состоянии, в разных фазах. Видел людей, слышал, как они говорят, что они рассказывают, мне говорили. Я их видел, наблюдал, как у моего друга. Было то же самое. То есть теща у него работала, жила в таком состоянии, что никому не поживаешь. Его дочь Анна, роль которой исполняет актриса Наталья Волкова, тяжело переживает болезнь отца. Женщина вынуждена вместе с ним проходить все трудности, жертвуя собственной жизнью. Я только что говорила с ней по телефону. Что? Что она тебе наговорила? Ты довел ее до слез. Кто? Ты? Папа. Нельзя себя так вести. Да почему? В конце концов, у нее просто не хватает сил на это. У нее не хватает, ну даже не то чтобы мужества, а она уже не справляется с ним. И она предпринимает определенные такие шаги, чтобы было лучше ему. Потому что она уже ничем не может ему помочь. Не классическая драма, а психоэксцентрика. Так спектакль описывает режиссер-постановщик Вадим Данцигер. Главная тема здесь вовсе не болезнь мужчины, как может показаться на первый взгляд, а проблема отцов и детей. Если быть точнее, предательство, считает режиссер. Нет, Анна, ты этого не сделаешь. Нет, это... Стопер, там все время идет дочь, в этом... Стопер, круглый год идет дочь. Анна, я его знаю? Да, папа. Ты с ним уже встречался. Вот этот спектакль о том, как мы предаем своих родителей, скажем так, культурно выражать. И об эгоизме детей, когда мы видим эту историю, не просто находясь со стороны, а зритель, сидящий в зале, видит эту историю глазами главного героя. Кстати, в 2020 году автор пьесы снял по ней фильм. Главные роли в нем исполнили Энтони Хопкинс и Оливия Коллман. Кинолента была также показана на фестивале Sundance. В России зрители могут увидеть фильм «Отец» в середине апреля, а на сцене мурманской драмы на месяц раньше, уже 5 марта. На встрече с журналистами театральная труппа поделилась и новостями по поводу долгожданного и пока не произошедшего переезда. Теперь сроки открытия исторического здания театра перенесены. Запланированное на март 2021 года возвращение в родные стены артисты областного драмтеатра вновь отложили. Причина – срыв сроков реконструкции исторического здания. Строителям задерживают поставки мрамора и деревянных конструкций из Краснодара. Идут работы, они идут. Мы с Вадимом Моисовичем очень часто бываем на площадке. Вопросы, которые касаются сценографических решений, мы тоже обсуждаем со строителями. Они нас слышат иногда. Иногда у нас идет обсуждение, но все идет своим чередом. Понимаете, если мы сейчас начнем торопиться, мы сделаем ошибки, которые потом будет дороже исправить. В здании выполнен большой объем работ. Однако это все равно не меняет настроение артистов, которые уже пять лет не могут вернуться в родные стены. Например, Анна Будовская, когда ремонт только начинался, уходила в декрет. Я думала, я быстро отстреляюсь, пока мы переезжаем, и строится, реконструируется наше родное здание. Я так быстренько потом с декрета вольюсь в чудесную, прекрасную новую площадку. Но, увы, я надеюсь, что шестилетие сына я точно отмечу в новом здании. Планы на долгожданное открытие у артистов грандиозные. Например, новый сезон в обновленном здании они хотят отметить постановкой «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова. В принципе, к тому моменту, когда мы очень надеемся, и, в принципе, к этому все идет, то, что новый сезон все-таки мы откроем уже дома, мы выйдем на сцену вовремя. И, в принципе, в начале ноября мы должны будем выпустить «Маскарад». Пока мы будем жить вечно, пока все идет нормально. Напомним, масштабная реконструкция драматического театра ведется в рамках нацпроекта «Культура». Новым сроком открытия названа дата 5 декабря. Артиллеристы армейского корпуса Северного флота провели учебные стрельбы. Уничтожали условного противника из самоходных гаубиц «Акация». Батарея! Залп вам! Триста! Тридцать! Три! В стрельбах участвовали более сотни военнослужащих и 30 единиц вооружения и техники. Основное внимание уделяли ведению боевых действий в обороне и организации работы разведывательно-огневого комплекса. Артиллеристы отрабатывали взаимодействия с подразделениями воздушной и наземной разведки. По выявленным целям наносили удары. Командование высоко оценило эффективность и скорость, с которой «Акации» поражали объекты условного противника. Военнослужащие выполнили основные тактические нормативы в ходе перемещения огневых позиций, занятий районов, коммунальных пунктов. Также выполняли задачи с боевой стрельбой непосредственно по плановым целям. В ходе выполнения огневых задач все цели были отражены. Учебные цели были достигнуты в полном объеме. Военнослужащие в нелегком нашем климате получили практические навыки в работе на приборах, на технике. Мы закрепили все эти навыки практически. Студенты-переводчики посетили Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области. Лингвистам показали основные рабочие помещения. Кабинет дежурной смены, центральный пункт пожарной связи и селекторный зал, где проходят все оперативные совещания. Такая экскурсия организована в рамках сотрудничества между региональным ведомством МЧС и Мурманским арктическим государственным университетом. Студенты-переводчики привлечены в качестве добровольцев. Ребята в составе оперативной дежурной смены в любой момент в режиме конференц-связи готовы оказать помощь специалистам Центра, если им приходится общаться с гражданами, не владеющим русским языком. Я рассматриваю это как замечательную возможность попрактиковаться в условиях, приближенных к реальным, так скажем, приобрести какие-то полезные навыки и, может быть, даже в дальнейшем найти место трудоустройства. Одно из главных для лингвиста качеств – коммуникабельность, свойственная и главе города. Андрей Сысоев ответил на вопросы жителей во время приема, организованного в дистанционном формате. К мэру по телефону обратилась жительница многоквартирного дома. Заявительница посетовала на бездействие управляющей компании. По ее словам, подвальное помещение в жилом здании находится в плачевном состоянии. От сырости в нем заводятся комары. Глава заверил, что порядок в подвале наведут в кратчайшие сроки. Такие приемы граждан проводятся регулярно. У мурманчан всегда есть возможность напрямую обратиться к представителям городской власти. Сегодня у нас как раз и есть вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, есть вопросы по благоустройству, есть вопросы по содержанию дорожной сети, уличной дорожной сети города, потому что действительно сегодня очень непростые условия у нас в связи вот с этими осадками, которые выпали. Год, как мы вместе. Всероссийская добровольческая акция стартовала в самом начале пандемии. И по сей день волонтёры продолжают своё участие в жизни пожилых и маломобильных людей по всей России, включая и ЗАТО Александровск. Как и во всех муниципалитетах региона в начале пандемии, в ЗАТО Александровск был оперативно организован волонтёрский штаб для помощи нуждающимся в доставке лекарств, продуктов питания или транспортировке медучреждения. В марте добровольцы отметили год акции «Мы вместе», обменявшись фруктами, символизирующими добро и здоровье. Городской центр культуры «Север» поддерживает традицию обмена апельсинами между волонтёрами и между участниками художественной самодеятельности. Более 60 александровцев добровольно принимали заявки, работали на собственных транспортных средствах, а чаще пешком курсируя по городу по адресам, где их ждали пожилые или маломобильные жители. Шесть волонтёров были награждены грамотной и памятной медалью за бескорыстный вклад в общероссийской акции «Взаимопомощь и мы вместе», учреждённый президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ещё четыре волонтёра за активную гражданскую позицию, проявленные доброту и милосердие, были отмечены благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодёжи. 34 – губернатора Мурманской области, четверо – главы администрации ЗАТО «Александровск». В Мурманске стартовал традиционный рождественский турнир по баскетболу памяти Виктора Блохина. С юными спортсменами встретилась и наша съёмочная группа. В стенах легкоатлетического манежа в областном центре кипят нешуточные страсти. Стук мячей едва ли заглушает команды судей. Сразиться за звание лучших приехали сильнейшие команды со всей области. Среди них участники из Манчегорска, Кировска, Апатитов, Североморска, Мурманска и Полярного. Юные спортсмены собираются ежегодно, чтобы почить память основоположника баскетбола в Заполярье. Для нас очень важно проведение таких турниров, которые посвящены тренерам, которые родом из Мурманской области и долгие годы посвящали свою жизнь развитию баскетбола. В Мурманской области баскетбол активно развивается. В 11 спортивных школах этой игре учатся около 1780 детей. В памятном турнире примут участие молодые люди до 19 лет. Команда участниц 6. Баскетбол развит практически в каждом городе. Благодаря Виктору Александровичу, его стараниям, его усилиям, детские и юношеские спортивные школы появились практически в каждом городе Мурманской области. Поддержать мурманских спортсменов также пришел служитель церкви. Он напомнил баскетболистам, что побед без поражений быть не может. По словам священника, человек, занимаясь спортом, поддерживает свое тело для духовных подвигов. Церковь неоднократно бывает, благословляет эти мероприятия, призывает Божие благословения на них и дает наставление, как спортсмену, как христианину себя повести, если он проиграет или выиграет. Сражаться за победу спортсмену будут 4 дня. Финал турнира состоится в воскресенье. Лидирующие команды получат возможность поехать на первенство Мурманской области по баскетболу и даже России. Эковолонтерство активно развивается в Мурманской области. Жить в гармонии с природой и беречь родную землю должен каждый из нас. А учиться правильно это делать помогают активисты Центра экологических инициатив «Чистая Арктика». Как экоактивисты помогли совхозу Тулома избежать экологической катастрофы и сохранить предприятие на плаву? В коровнике, к сожалению, износились редукторы в системе навоза удаления и сложилась большая экологическая угроза для реки Тулома, для всех экосистем и не только ли мурманчан. «Чистая Арктика» уже научила мурманчан сдавать, а не выбрасывать батарейки. Ведь они очень опасны для окружающей среды. Теперь это должно стать правилом и среди организаций. Для нас самая главная проблема – это проблема юридических лиц, которые, к сожалению, не хотят никак воспринять тот факт, что как юридическое лицо они обязаны заключать официальный договор с лицензированной компанией, платить деньги за то, чтобы прижал специальный человек, забирал батарейки и утилизировал. Три года «Чистой Арктики» не предел. Каких успехов добились эко-волонтеры и какие планы строят? Я считаю, что «Чистая Арктика» за три года стала достаточно узнаваемым брендом среди жителей Мурманской области. Экологическая повестка дня действительно во многом лежит на нас. Я очень горжусь с тобой, наверное… Можно себя похвалить чуть-чуть? Конечно. Чтобы удалось реализовать действительно очень значимый… Точнее, даже поучаствовать в реализации, стать организатором достаточно важным для региона проекта. Будет опять акция «Сад памяти», в которой мы планируем участвовать. Самая любимая прекрасная новость о том, что «Чистая Арктика» взяла в последнем туре «Кул Арктика» мы взяли грант на маленькие проекты, которые год. Хотите узнать больше об эко-движении, научиться правильно и безопасно использовать ресурсы? Большое интервью с руководителем Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатериной Макаровой? Смотрите в программе «Проще говоря» в эфире и на сайте телеканала «Артик ТВ». Погода в Арктике непредсказуема. Например, Териберку периодически отрезают от внешнего мира из-за непогоды. На побережье нередко бушуют штормы, волны бьются о берег, и выходить в море в такую погоду не рискуют даже самые отчаянные рыбаки. Чтобы представить разгул бушующей стихии, достаточно посмотреть видео, которое опубликовал в интернете один из пользователей. Заброшенное судно на берегу буквально насквозь пронзает бушующими волнами. Напомним, старый катер больше года назад вынесло на берег пляжа Териберки. За это время оно стало местной достопримечательностью. Однако достается памятнику рыбного промысла неслабо. Некоторые пользователи соцсетей даже опасаются, что его несет обратно в море. На этом все. Телефон редакции для ваших новостей 70 13 70. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и удачи. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем в Мурманске и Североморске от минус 7 до минус 5. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Никеле и Манчегорске от минус 11 до минус 8. В Апатитах и Кавдоре от минус 11 до минус 7. В Кандалакши и Полярных Зорях до минус 10 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok